МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Похоже, в городе полно машин", сказал на бегу Дуглас. -"У мистера Ауфмана машина счастья, у мисс Ферн и мисс Роберте зеленая машина. А у тебя что, Чарли?" -"Машину времени", пропыхтел Чарли Вудман и обогнал Дугласа. -"Вот честное-пречестное. И на ней можно ездить в прошлое и в будущее?" спросил Джон Хафф, легко обходя их обоих. -"Только в прошлое. Нельзя же все сразу. -"Стоп. Приехали". Мы предлагаем вашему вниманию выступление вокального и инструментального ансамбля -"Машина времени". Достаточно дурацкое название. Мы все так или иначе, в той или иной степени, объединены, хотим мы этого или не хотим, единым, рок-н-ролльным, андеграундным прошлым. Это не музыка. С одноклассниками я не общаюсь и на встречи не хожу. Давай о машине времени говорить не будь. Я случайно как-то попал, я думал, что пришли учительницы. Меня это напугало. И вот машина времени. Я смотрю, сначала люди что-то пытались танцевать, а потом так все застыли и так вот слушают. Николевич молодец, он шел к своей цели. Вот он себя выдает как, во-первых, жуткий эгоист, потому что единственный флаг, и потом, что он живет вообще в холоде и мраке, и в толпе. А у нас даже, пожалуй, цели-то никакой не было. Просто желание хорошо поиграть. Конформист. Я остался конформист до сих пор. Это, между прочим, он потом всячески скрывал, но скрыть не удалось. Жалко, что он вышел на Болотную площадь и написал там Путину письмо. А так бы и дальше продолжал бы свое восхождение. Артисты, музыканты, народ плохой. Это плохие люди в основном. Люди завистливые, эгоцентричные, ограниченные. 95% музыкантов во всем мире попадают под такое описание. Это ужасно, что это так. Я вообще по природе своей человек совершенно не конкурентный. Я, если слышу кого-то, кто играет лучше нас, я радуюсь. Как ребенок, мне в кайф послушать, посмотреть, поучиться. Я чувство зависти никогда не испытывал. Один раз, когда в 69-м году мы услышали группу с Комарохи, сильнейшим составом там был Лермон, Шахназаров, Фокин и Градский. Ну, как пел Градский, как пел Макаревич, да и сейчас поет. И вот тогда я страшно расстроился, потому что я понял, что вот есть слово «никогда». Вот никогда мы не будем так играть и петь, и будем такими нахальными, свободными и красивыми, мы никогда не будем. Неделю где-то болело, потом прошло. Ребята, вы все сдохнете, и у вас никого не будет, а вот эти вот мальчишки, они будут играть, и их будут знать очень многие люди, и будут их любить. Вот эту свою паству, он ее строил 40 лет, да, и в один день это все разрушилось. Он проповедовал мир и любовь, а они оказались за ненависть и войну. Масса как была серой, а сейчас ее еще 30 лет специально отупляли спецом, чтобы не было всяких там, извините, Макаревичей с Кагребенщиковым и с Пушкиными, да блоками. Юрия Борзова, в будущем первого барабанщика «Машины времени», с ранних школьных лет связывали с Андреем Макаревичем самые разнообразные интересы. Мы сошлись еще до музыки. По книжкам, по рисункам, по-моему, даже Рэй Брэдбери был раньше. Макар хорошо рисовал, и я хорошо рисовал. Я совсем был маленький, мне было лет 5 или 6, там дядя Володя слушал Акуджаву и отцу переписал. Я помню такие картинки, как вышел фильм «Вертикаль», это какой год. И там была самая классика Акуджавская, по Смоленской дороге, Ленька Королев, последний троллейбус. Лучший гор могут быть только горы, да, если друг оказался вдруг, ну, какие-то песни из Акуджавы. Я оцепенел, потому что что-то там такое было. Еще один будущий «Машинист» попал в поле зрения Борзова во время летних каникул. Кавагой был моим другом детства. Мы с ним дружились вот с таких вот, да. Мы с Кавагой познакомились в деревне, в лесу. Но его вывозили на лето в деревню. И меня тоже. По-моему, мы охотились на воробьев, на дроздов. Были духовушки? Да, были духовушки. Сначала у меня, потом ему тоже отец купил. Где группы, она в воздухе витала. Ну, у Макареевича были две девочки. Лариса Кашперка и Нина Баранова. Пели мы англоязычные песни всякие, потому что школа у нас была с английским уклоном, и там фолк всякий. Гринфилдс, всякое такое, лирицк. Они пели песни, песни протеста на английском языке. И это уже совсем близко к Битлс, сами понимаете. Девчонки были красивые. Наверное, кто-то в кого-то влюблялся. Андрей расставался с ними болезненно. Потому что, ну, появились Битлы. Да, у Битлов-то... Вокалисток не было. Вокалисток не было, и это решало все. Должно быть четыре мужика. Была абсолютно религиозная секта. Поклонение битловской музыке. И где совершенно было неважно, владеет ли кто-то каким-то музыкальным инструментом, если владеет, то насколько. Поскольку я ни на чем играть не умел, я мог это самое, отстукивать ритм. Бас-гитары еще не было к этому моменту. Было две гитары шестистонных и барабан. В 14-6- Saucy. Края — Ott. 2. Даже летает Битлhh. У этого самого Макаревича была тетрадка, где он на слух писал тексты битловских песен. Мы слушали только западную музыку, только западную. С того момента, как я Бетлов услышал, это было с утра до ночи в невероятных количествах. Ту музыку, которая для меня, так же, как и для тебя, послужила каким-то главным катализатором в жизни и поменяла и жизнь, и представление о мире, о стране. Александр Кутиков, соавтор главных хитов группы, в далекие 60-е еще только набирался опыта. В 15 лет я ходил уже, был завсегдатаем, кафе-бар времена года, где играли замечательные группы. Скифы, Мифы, Четыре Витязя, потом они Витязи назывались, и Дельвейсы, великолепная команда. На Новый год к нам приезжает группа от Лампы. Это что-то невероятное, потому что они волосатые, высоченные, в черных костюмах, как Бетлы. У них гитара Фраму с четырьмя звукоснимателями. Я понимаю, что это лучше, чем у Бетлов. У Бетлов-то по два, по три, а тут четыре. Они ставят усилитель Ту-100 с водяным охлаждением. И начинают играть. Вот тут я понял, что такое бас-гитара, что такое драйв, помноженный на громкость. Я чуть не свихнулся. Представьте себе ребят, скромных, так сказать, ну, обычных старшеклассников в школе. Ну да, нам десятый класс был. А мы тогда были очень известны. Все было наоборот. И они так стали глумиться. А что вы играете, что вы за группа? Девочки наши на имя-то шли. Вот мы гелл играем песню. Только тогда вышла прямо эта пластинка-то. Ну, смотри, девушку играет, крутая группа. Тут подходит Сикорский и говорит, а что вы издеваетесь? Дай гитару. Я взял эту гитару. Она тяжеленная. Сикорский говорит, кому бас дать? Я говорю, у нас нет бас-гитары. Выяснил, что и баса нет. Я-то подыграл на басу, в общем. Но, так сказать, впечатление детское очень сильное. Но тут все, у меня совсем крыша съехала. Сикорский будет подыгрывать на бас-гитаре. Я не помню, как мы сыграли. По-моему, ужасно. Но вот это ощущение электрогитары и управляемого звука за твоей спиной. Все, все. Мы стали, мы стали, ушли от девочек, мы ушли от этого фолка. Мы стали делать группу. Редким сортам растений для развития нужны особо благоприятные условия. Сорняки вырастут и так. Таким гумусом для многих участников первых столичных рок-групп явились возможности, предоставленные их влиятельными родителями. А всех нас, деток, у которых были в наличии выдающиеся предки, за глаза называли мазорами. На набережной просто там жил Гриша Арженикидзе, там жил я. И там жил Юра Борзов, барабанщик «Машина времени». Поэтому мы репетировали там. Мы в подвале в красном уголке, а они в огромной квартире Юрия Борзова. У него отец был летчик военный, маршал авиации. У него была квартира, там, я не знаю, поле футбольное. Осенью обычно родители уезжали в отпуск. Эти огромные по тем временам квартиры, где внизу швейцар отдавал честь, говорит, раз. Мы там репетировали, мы там пили. Вся хиповая система с Тверской застрита была там, конечно. Ментов не вызывали? Туда нельзя было вызвать ментов, это был особый дом. У меня на гитаре сломался колок. Там что-то я или ударился, или об стену, там, когда в заводе. И колок, ну как его сделаешь? Никак не сделаешь. Я согнул плоскогубцами железку, и просто ее крутил плоскогубцами и настраивал. Ну, не трудно, не трудно же настроить. Поэтому иногда, я так показываю ему, как брать аккорд. Он говорит, а вот эта струна-то у тебя, как ты ее настраиваешь? А я говорю, не обязательно ее настраивать. Я же пальцами тяну, я дотяну до какой нужно, как на скрипке. Какая разница? Он говорит, как так можно? Я говорю, ты Джимми Хенриксу слышал когда-нибудь? Он говорит, нет. Я говорю, ну тогда тебе начинать надо с нуля. И вот я ему показал Джимми Хенриксу, потом Ледзепелю. Очень смешно, я когда вспоминаю какие-то совсем ранние там машинские песни, я отчетливо могу сказать, что вот, накануне нам принесли третий Ледзепель. И вот в этой песне это отпечаталось просто, как след ноги вот в бетоне. Ну тогда у нас была разница, ну он тогда был в девятом классе, а я уже, конечно, поступил в НИАС. Так что у нас тогда было, я не помню, два года разница или что-то в этом роде. Но она потом сгладилась, сейчас неизвестно, кто старший. Каждый пытался придумать название. Я помню, что я предложил два варианта. Машины времени, ну Time Machines по-английски, или летающие тарелки, Flying Plates. Все во множественном числе, потому что, ну все были во множественном числе. Так полагалось. В начале 70-х годов в Москве появилось место, сыгравшее роль магнита для всех энтузиастов бит-музыки. В Москве существовал клуб под названием «Энергетик». Он находился прямо напротив бывшей гостиницы России, на той стороне Москвы-реки. «Машина времени» только-только искала вот свое лицо. Они играли какие-то тоже фирменные вещи. По-моему, они Rolling Stones играли какие-то песни. И появился Андрюша. Андрюша вместе с Кутиковым. Пришли два аборигена таких. Ну очень крутые они были, очень крутые ребята. И Ковагоя Сережа Покойный, «Царство ему небесное». Я когда посмотрел, я думаю, ну это какой-то коллектив такой школьный. Школьники, что ли, играют. Маленькие такие, какие-то, с тоненькими глазами. Коротких штанишек не хватало. Это был ДК «Энергетик», который сегодня не существует. Его раздолбали весь, к большому моему сожалению. Сейчас туда даже не зайдешь. Мы же репетировали вместе в этом, в Доме культуры и энергетиков, вместе с Градским, у которого тогда была группа «Скоморохи». Где у нас в одной комнате стояла аппаратура и барабаны и группы «Наминской», и «Козлова», и «Машины времени», и «Моя». И мы, так сказать, в понедельник, там, в пятницу мы, вторник, четверг машина. Вот я не помню, что было какое-то там высокомерное отношение с их стороны к нам. То есть настолько по-товарищески. Я его помню вот в деталях, вот до ступеньки просто захожу. В Параужской набережной повесили объявление, что 23 февраля в День Советской Армии состоится концерт, где, значит, участники такие группы «Скоморохи» и группы «Машина времени». Дальше была замечательная фраза «Вход бесплатный». Короче говоря, в этот зал набился полный зал народа, на улице стояло тысячи три с половиной, может, четыре тысячи человек. Вышибали ворота, кто-то орал, кто-то кому дал по роже. Потом приехали милиционеры на каких-то колясках и попытались, значит, навести порядок. Милиционеров было немного, может быть, пять или шесть этих колясок. Кончилось тем, что одну коляску выкинули просто на лед. В зал ходили люди в штатском, значит, выключали электричество, вот. Всех зрителей выводили, кого-то забирали. А у музыкантов просто забирали аппаратуру, отвозили в Кутузскую, просили написать объяснение. Ну, поэтому каждый следующий концерт, после первых случаев подобных, носил характер экстремы. В плане того, что отдастся ли его закончить, не зайдут эти люди и не сделают то же самое. На самом деле это было безумно, не то что обидно, ну, мы были молодыми тогда еще, но было абсолютно непонятно, как у тебя могут отобрать аппаратуру. Действительно, отбирали, которая была добыта и заработана непосильным трудом, действительно. Рождение группы «Машина времени» в 1969 году совпало с фестивалем в американском местечке Вудсток, ставшего кульминацией новейшего явления в истории человечества, когда молодежь впервые заявила о своем праве на самостоятельную жизнь. Невероятным образом это течение с первоначалу было разрекламировано в советской прессе. Была такая статья в журнале «Вокруг света» какого-то нашего политобозревателя, «Хождение в хиплятию» с фотографиями. Их подавали как борцов с империализмом, понимаешь, с бездушным вот этим миром капитала, нечая еще того, что сейчас эту заразу они сюда запустят. Мир, чувак! Мир! Декабрист! Мы эту статью выучили наизусть, потому что она была огромная. Там интервью с хиппиами, значит, со всякими, фотки. Все, мы просто подстроились под эти флаги в тот же день. Нам мешало быть абсолютными хиппи, только желание постоянно играть на гитарах. Мы все время были заняты репетициями. А надо было сидеть в трубе, курить траву, на пушке, да, мотаться посовершенно. А мы, я даже завидовал несколько, где-то что-то происходит. Это совпало еще с тем, что у меня украли саксофон тогда. И я вынужден был не играть, а просто ходить по флэтам и слушать разную музыку. И отрастил длинные волосы, и влился в эту замечательную среду, которая жутко мне была близка, потому что это были вот дети цветы наши такие, они были все наивные, чистые, светлые. Таких вот настоящих хиппей, как воров за котик, понимаешь, было мало, потому что надо не работать тогда, надо всю свою жизнь этому посвятить. Я поинтересовался у Гарика Сукачева, автора кинофильма о предводителе московских хиппи Юры Солнца. Какую роль сыграли в жизни системы, так называли свое сообщество, московские хиппи, песни «Машины». Прости, я не готов на эту тему рассуждать. Это надо все-таки поискать кого-то из ребят, из знаменитых, той поры, которые были системщиками, которые могли бы ответственно сказать по этому поводу. И это было для многих откровение, для нас, для моего поколения. Там мы пели эти песни, да. И на деле он тоже кидал зерна свободы, как и мы потом кидали зерна свободы. Поэтому великий человек. В те далекие годы мир московской поп-музыки был еще очень тесен, и в состав «Машины» приходили и также уходили лучшие молодые музыканты. Я ушел, потому что у меня сил не хватало. То есть нужно было уже играть профессионально. Любительский уровень заканчивался. Вот какое-то время можно было играть вот так вот, ложаясь там, да. Ничего, проходило. И кто тебя заменил на барабанок? Капитановский, Макс. Сменивший в начале 70-х Юру Борзова на посту барабанщика, Максим Капитановский появился в группе благодаря стечению трагикомических обстоятельств. Максим играл в выдающейся московской группе «Второе дыхание». Наряду с братьями Сусловыми из группы «Наследники», музыканты «Второго дыхания» добивались в концертах удивительных результатов без помощи ЛСД и других расширителей сознания. Люди там собрались абсолютно гениально. Группа эта играла западную музыку, очень такую достаточно экстремальную для того времени. Это был Джимми Хендрив с Джонни Винтертом. Но Ширяев умел еще играть очень хорошо на клавишку. Дикатерюк шил себе брюки-клеш из портьера. Они были самые широкие в Москве, 72 сантиметра. И, значит, однажды, переходя дорогу, он запутался в этих брюках, упал вместе с гитарой, и над ним проехал автобус, что сделало его, так сказать, абсолютно легендарным. Вот такой вот ансамбль Мянцарова пригласил к себе. Приехав на очередную репетицию, Макс обнаружил там лишь свои барабаны. Виртуозы психоделического рока умчались на гастроли со звездой советской эстрады. Сказать, что это было предательство, это значит ничего не сказать. Я просто поставил крест на этих людях. И в тот же день я уже играл в «Машины и Врии». А следующий? Саульский Игорь, который играл, клавишник, который играл и в группе, в которой я работал. Музыкант очень высокого уровня. Человек необычный сам по себе. Очень, я бы так сказал, кружевной. Екатерюк был такой вообще… Джимми Хендрикс просто. Он просто играл и пел. Очень похоже на него. Когда однажды мы репетировали у него дома, на Комсомольском проспекте, он тогда жил на Фронзенской, репетировали, позвонил Данелий, пригласил сниматься в фильме «Афоня». Тогда еще этого названия, правда, не было. И мы пригласили его на концерт, чтобы он выбрал песню, какую будет петь. Он выбрал «Солнечный остров». Разрешите? Занято, дядя. Ой. Как вас зовут? Клара. А меня как? Дядя? Белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Я… То мы нашли Маргулиса. А его уже в рекомендации перевели, сказали, что он Хендрикса играет один к одному. Я страшно взволновался, потому что лично я был далек от игры Хендрикса один к одному. Ушел Маргулис с фенгалом, взял гитару, делал так. Вот и весь Хендрикс сказал. Мы им сказали, Женя, это очень здорово, но нам не нужен гитарист, нам нужен бас-гитарист. Он говорит, отлично. Я только не умею. Я говорю, я научу. Вот тебе бас-гитара, играется на ней так. Он оказался способным учеником. Мы раньше еще в детстве договорились на корабле решать свои проблемы сразу. Если кому-то из нас что-то не нравится в какой-то песне, то либо мы доводим до ума, либо бросать этим заниматься. Потому что нельзя так, что, значит, двоим нравится, а трем не нравится играть произведение. Потому что все равно будет не нравиться. Я всегда считал и считаю, что во многом соавтором машины времени, особенно в начальный период, в период, так сказать, возникновения группы, возникновения первых песен, возникновения первых удач и первых неудач. Вот во многом соавтором машины времени был Сережка в огонь. За короткий отрезок времени переиграл на всем. Просто. Ему привезли орган вместо гитары. Он страшно расстроился. Но тут привез группа «Энималс» и ему сказал, что... Японский орган, японские родители, наверное, отец японский привез этот орган. Усилители какие-то японские потом этот орган украли. Кутиков его нашел, этот орган. В общем, целая эпопея. Очень многому из того, что во мне, допустим, стало складываться, как в музыканте, вот в начальный период существования машины времени, происходило под влиянием Сережки. Видимо, вследствие того, что половина головы у него была японская, половина русская, у него иногда прорезалась какая-то поразительная антилогика. Самое смешное было, когда оказывалось, что он был прав. Он очень интересно фантазировал, как креатор, как музыкант. Потом забрали Макса в армию. Он сел за барабаны просто потому, что надо было играть на барабанах. Другие бы люди нормально и пошли бы искать барабанщика. Тем паче Макс играл очень круто, и после него садиться было непросто. В Москве был непререкаемый авторитет Юра Фокин, ты помнишь. Фокин тоже краем, как говорится, каким-то краем коснулся машины времени. Ковагои заиграл на барабанах, подражая Фокину, и быстро сумел набрать форму шикарную. Для меня это супер. Мы сохраняли теплые такие товарищеские отношения. Но, скажем, даже в тот период, когда мы играли вместе, между нами очень часто проскакивали искорки. Они с очень сережкой, ну это бывает, вот кошка и собака, вот экстраверт и интроверт, понимаешь, шизоид и циклоид. Они ни в чем не могли согласиться. Я был, возможно, недостаточно сдержанным. Я всегда был очень эмоциональным человеком, особенно в юности. И мне хотелось всегда сделать чуть быстрее. Я не понимал вот этой восточной логики, что все придет в свое время. Торопиться не надо. Ну и Каваку Гутикова выдавил просто. А ты пытался? Это было бесполезно, конечно, пытался. Отказ машинистов от привычного для продвинутой молодежи англоязычного репертуара поначалу был встречен настороженно. То, о чем ты говоришь, это переломный момент, когда они стали петь свои песни по-русски. И вот тут они стали побеждать. Жизнь свела меня с Александром Агеевым в Московской рок-лаборатории, где он во второй половине 80-х годов работал главным администратором. А в 70-е Александр был ярким представителем редкого племени – Союза писателей. Благодаря их кустарно изготовленным в домашних условиях катушкам самодеятельные записи машины и других групп распространились по всем необъятным просторам Советского Союза. Это где-то, ну, 80... То есть, 74-й, может быть, 75-й год. Это был гуманитарный корпус МГУ. МГУ, они играли, типа, на танцах, только прямо в фойе под лестницей. Что такие маленькие, какие-то прямо вот Кавагоя, ну, я еще не знал, значит, Маргулис и такой вот маленький человек, вот, Макарин. Я не могу сказать, что они хорошо пилили, хорошо играли. Но что-то мне в них показалось правильным. И вот машина времени. Я смотрю, сначала люди что-то пытались танцевать, а потом так все застыли и так вот слушают. Скоморохи ведь тоже пели несколько песен своих на русском. То есть, сама песня Скоморохи у них была на русском. «Синий лес до небес». Посетители подпольных этих концертов и основная хиповая аудитория, она вообще не признавала, когда пели кто-то на русском, это было, как они говорили, западло. А до этого были рубины с танцами. Мне кажется, все-таки, что Макаревича у первого начало легко получаться накладывать, просто вот связать русский язык с битом, когда говорили бит, между прочим, не рок. Я услышал их в 75-м году, я это точно помню. Я тогда учился на первом курсе техникума, и мы уже сколотили группу. И вот басист по имени Андрей, по фамилии Шутов, такой очень толковый мальчишка был, очень сильно интересовался музыкой, он принес кассету группы, которая называется «Машина времени». И для меня это было абсолютным потрясением. Я услышал, правда, рок-музыку, но на русском языке. И это получилось естественно. Язык, а во-вторых, по инструментам это было похоже на Led Zeppelin. Там была всего бас-гитара, там была гитара и там были барабаны. Вот я тогда это услышал. А получалось, вот прям, и играть было легко, и стучать можно было громко, и хорошо ложилось. Вот это ни у кого не получалось. Я даже помню песню, которая мне понравилась больше всего. Там есть на свете замок, там та-та-та-та-та-та-тревок, уже каменные стены, в паутине потолок. То есть это был бит, да, безусловно, бит, и легко ложился русский текст. То есть какой-то вот должен быть прорыв наступить. Это сейчас ясно, что любую песню, там, вот как Гарик сыграл, я мило его узнаю по походке, да любой текст прекрасно ляжет в этот самый бит. Надо только этот другой бит. Если говорить обо мне лично, то точно, совершенно, я стал писать тексты уже без страха сам, вот только после того, как услышал «Машину времени». Попытка перевести рок-н-ролл на русский язык удалась в майку. В песне я посмотрел на часы, было 8.01. Я не считаю то, что мы называем русским роком. Я так до сих пор на самом деле не выяснил, что такое рок и где пролегают его границы. Это все равно музыка отличная от американской и отличная от английской. Потому что сам наш воздух и наш язык в первую очередь нас заставлял рихтовать музыку по-другому. Макаревич Андрей – это великий человек. Он как бы подарил России рок на русском языке. Точно так же, как Жан-Луи Эбер во Франции с группой «Телефон». Там же пели тоже все на английском языке. Я считал, что это прерогатива непосредственно английской речи. Ну, как считал, что если опера, то только на итальянском языке. Если бы не Глинка, который перевел на русский язык, то еще бы не было. Вот Макар придумал как раз все эти словосочетания, острые, резкие слова, и появился русский язык. Знакомству и дружбе музыкантов групп «Машины времени» и «Воскресенье» скоро тоже исполнится полвека. Вот жизнь свела с симпатичными людьми. Мы же с Сашей Кутиковым, он рассказывал, как познакомились, да? Да. Я с Лешкой Романовым знаком с 1969 года. Было такое место замечательное – бар «Октябрь». Мне было лет 17, я сидел в этом баре, пил кофе и читал запрещенную в то время книгу «Мастер Маргарита». Чем поразил молодого человека, который с разрешения присел за моим столом. И мы таким образом познакомились, подружились, разговорившись. Или что касается моего знакомства с Андреем Макареевичем. Просто я увидел много раз, мы ехали на учебу, я в институтовом школу еще, я садился на университете, он на Фрунзенской. Мы ехали в несколько остановок в одном поезде. Я увидел колоритную фигуру, это просто сразу видно, что это харизматик. Вот в нашей серой толпе, которая только что сняла телогрейки. Вдруг вижу этот романтический юноша с великолепным совершенно куском кожи, который раньше был портфелем. Там желтая такая свиная кожа, разрисованная шариковой ручкой, там нарисованы восхитительные динозавры, хиповые лозунги написаны. И он смотрит куда-то вот в будущее, в даль, что-то это устремленное такое. Ну, это все восхитительные персонажи. Когда я его видел в институте, я подошел знакомиться прям моментально. Нам нужен был барабанщик, а он что-то и такие какие-то дроби там выделывал на портфеле. Я подумал, что это музыкант, это явно совершенно музыкант. Но потом оказалось, что вот так, вот так, и вот так. И в третьих, и в четвертых, и в пятых, и в десятых. Кто виноват, что ты устал, что не нашел, чего так ждал. Все потерял, что так искал, поднялся в небо и упал. Вместе их выгнали из института за то, что они на картошку, там, на какую-то овощную базу не поехали. Или поехали, но как-то не так выглядели. Вместе их потом восстанавливали в институте. Кто виноват, скажи-ка, брат, один женат, другой богат. Один влюблен, другой смешан, один дурак, другой твой враг. Мне было оказано великое честь. Меня пригласили освобожденным вокалистом, эдаким Роберт Плантовым в машину времени, но год я продержался. Он проиграл недолго. В силу большой любви к позднему вставанию, он несколько раз опаздывал на репетиции. А были случаи, когда он просто не приезжал. Когда у меня отмели гитару, я понял, что куда мне себя делать без якоря? Меня аж тормит постоянно. Сотрудничество королей московского ритм-энд-блюза, группы «Удачное приобретение» и машинистов тоже имеет давние корни. Пересечения были почему? Потому что, например, Вовка Матецкий с детства также дружил с Макаревичем. Они жили рядышком, они общались, учились в идентичных школах с английским языком. Я его помню маленький. Вот как и при каком раскладе я его знал маленьким совсем, то бишь ребенком, я не помню. Он мне сказал, что какие-то у нас были, типа, игра в снежки и так далее. Кто-то приобрел новую пластинку, услышал какую-то информацию, значит, следовал звонок. И самыми добрыми намерениями я, например, посвящал в ту тайну, в ту интересную информацию Андрея. Андрей, в свою очередь, пытался всегда поделиться со мной чем-то. Друзья, итак, Андрей скажет несколько слов, я уверен. Ничего я говорить не буду, да? Музыку играть. Ну тогда старинная компания специально для вас играет стандарты мирового блюза и ретон-блюза. У нас сейшен. Это значит, что мы сегодня где-то играем. Это значит, человек 200 мне звонят по телефону, разумеется, не по мобильному, и спрашивают, а где вы играете? В 8-й столовой в МГУ? Или где машина играет? Вы с машинистами играете? И вот эти обзвоны, перезвоны, вот как это все зарождалось. Кстати, подруга, тебе очень повезло. Последний тикет на приобретение остался. Паванку, меньшиняка. Удивительно, это то, что называется эффект снежного кома. Эффект, который по-английски называется word of mouth. Все передавалось из уст в уста. Тебе очень повезло, подруга. Сам бы пошел, дома не надо. Все, завтра в 3 часа станция была банана. Я могу сказать только одно. У нас никогда не было злой конкуренции. То, что называется злая конкуренция. У нас было доброе, доброе такое соперничество. Когда у нас были совместные концерты с Макаревичем, они побаивались даже с нами выступать в одном концерте. потому, как мы просто сдували их со сцены. Поскольку мы играли фирменные вещи, играли по тем временам весьма прилично, это было эффектно. Но те, кто помнит концерты тех лет, это было здорово. Они были одно время поглавнее нас. Внимание, товарищи молодежь! Вместо объявленного ранее ВИА удачное приобретение, мы предлагаем вашему вниманию выступление вокального и инструментального ансамбля «Машина времени». Переход Александра Кутикова из «Машины» в группу «Високосное лето» был продиктован не только конфликтом с Кавагоя, но и поиском новых ритмов. Саша пришел в готовый коллектив, он надоел, слишком простые аккорды, слишком простые мелодии. Поэтому «Високосное лето» с его приходом сделала программу, которая была близка уже, наверное, к повестивому року. Появился уже тогда и «Дженезис», и группа «ЕС». «Високосное лето» он внес уже, наверное, сам фундамент группы «Високосное лето», что появилось 4 человека, ударные, 2 гитары и клавиши, и появилась совсем другая музыка. Если копнуть немножко дальше, 70-е годы, взять «Високосное лето» и «Машину времени», мы, конечно, были однополчанами, мы были друзьями, мы были соперниками. У нас была очень красочная история вместе, которая касалась и приходов, уходов Кутикова, и ансамбля в ансамбль. И этих безумных подпольных двойников, сейшунов, почему-то организаторы этих концертов, любили ставить «Нас и Машину», не «Нас и Удачников». «Нас и Машина», наверное, тоже со всеми были разными. Я понял, что всегда Андрей очень обижался, когда мы кидали «Орел и Решку», кто, потому что было престижно выступать вторым. Но так получалось, что чаще всего «Високосное лето» играли в Торминии, не потому что лучше, хуже, а потому что монетка так падала. В судьбоносном для «Машины времени» триумфе на Таллиннском рок-фестивале 1976 года не последнюю роль сыграл мой старый приятель, культуролог Николай Мейнер. В то время, когда один из первых коллективов, приехавших к нам и выступивший вполне официально на сцене в Таллине, это была группа «Арсенал» Козлова. После их выступления состоялось такое закрытое мероприятие в нашем музыкальном клубе «Эва», тогда при Таллиннском Британическом институте. И когда спросили музыкантов Козлова, там был Михродан Бадди, я помню, был сам Козлов, когда их спросили, а вот кого вы можете назвать вообще еще из достойных внимания, кого надо пригласить из Москвы, чтобы вот здесь выступили, познакомились с достижениями в этом направлении, то есть не официальной советской музыки, а именно рок-музыки, то они как-то замялись с ответом, и прозвучавшая фраза была только одна, ну, наверное, машина времени. В 1976 году я поехал с машиной времени на Таллиннский рок-фестиваль, я их там снимал, и там произошло два события очень важных. Первое событие было то, что Макаревич познакомился с Гребичковым, и Макаревич был в восторге. Там они играли с «Треугольником» много песен, и «Корнели Шнапс», и «Мой муравей», и вообще очень понравилось. Это было на фестивале в Таллинне. То есть то, как они пели на «Три голоса», нам было все равно нереально. Я помню, они отказываются, но я помню, как они пели «Куин» какие-то куски, там, «Трехголосим», чуть ли не «Мама, just killed a man», что-то в таком духе. И у меня челюсть отвисла, при этом все выпили по литру спирта, и как они ухитрялись это делать, я не знаю. Сначала были два фестиваля в Таллине, на котором, на втором мы выступили, к сожалению, плохо, потому что я был совершенно простужен, я не мог петь, я что-то я там прохрипел, прохрюкал, это было ужасно. А нас ждали, как победителей прошлого года. Первый фестиваль у нас не было. Я помню, Матерский приехал из первого Таллина, вот с такими глазами, потому что мы никогда не представляли, он рассказывал, что так могут встречать, так можно хлопать, так можно орать на концертах, так вообще можно уважать то, что ты делаешь. На следующий фестиваль уже поехали мы, я помню, этот поезд, конечно, надо было тоже снимать, поезд «Машины времени», «Високористное лето», кто-то там еще был, из Москвы в Таллинн. Но это было безобразие, конечно, совершеннейшее. И Андрей тогда привез первый в нашей вообще всей тусовке усилитель «Ямаха», настоящий 100-ваттный. И, конечно, это было для нас как будто он вез маленького фараона просто в этой самой, в могиле, потому что мы на него молились. Когда мы приехали в Таллинн на фестиваль, мы привезли с собой свет, там какие-то элементы, то, что, скажем, отсутствовало у других групп, световые элементы, это «Високористное лето» все сделано первыми. Вот. То на концерт «Машины» мы им дали, пожалуйста, посадили там нашего человека, который работал. Также всегда друг другу помогали, там, скажем, «Скоморохи» и «Машина времени». Скажем, первый альбом «Цветов», первая «Сорокопятка» «Цветов» была записана на аппаратуре, которую Стас попросил у «Машины времени». «Пожалуйста, Стас, бери, нет проблем». Все из одного гнезда воробушки. От первых опытов московских бит-групп, к сожалению, остались крохи информации в виде одного-другого десятка фотографий. Поэтому, когда пионеры столичного рока сами себе устраивают праздничные встречи, грех этим не воспользоваться. Смотрите и радуйтесь вместе с публикой «Зеленого театра» в парке Горького. Мы желаем счастья вам, И оно должно быть таким, «Тогда ты счастлив сам, счастлив поделись, люби». Мне было приятно. Мы играли с хорошими музыкантами. Репетировать практически не пришлось, потому что мы их знаем. Вот я самый главный хитмейкер. И будь сейчас рядом со мной сидел, Стасик, он это подтвердит совершенно спокойно. Они всегда были на неуловимой грани вот между таким вокально-инструментальным ансамблем и все-таки рок-н-роллом. Нет райской птицы среди воронья Кто-то ошибся Ты или я Лишь Только весною Тают снега И даже у моря Есть берега Всех нас согреть Вера одна Кто-то успеет Ты Или я В жанре вот этой музыки песня, которая живет 30-40 лет и вдруг все ее хором запели. Это не просто так. Наверное, это хорошая песня. Счастья вам Я буду Должен быть таким Когда ты счастлив стал Счастье поделись Други Юрий Байдак Волею случая принял участие в организации первого ленинградского концерта «Машины времени». Организаторов концертов У нас было немного человек 6-7 в городе И мы потихонечку знакомились с людьми делающие подобные дела в других городах В частности, с Тонией, с Крыловой, в Москве Не знаю, с ребятами И в Сталине, в Риге В прямую знакомство с «Машиной времени» произошло достаточно случайно Значит, с какого-то фестиваля в Сталлине очередной вернулись группа «Мифы» И сказали Вот классная команда там слушали И вот мы, типа, приглашаем их И на одной из моих мероприятий группа «Мифы» пригласили в качестве своих друзей «Машины времени» Все, как бы, вне конкурса выступили там Группа «Мифы» вот перед самым концом своего первого состава выступала в «Кристалле» напополам с «Машиной времени» Вот там мы и увиделись Я не знаю, может быть, кто-то из ребят видел их раньше Я нет Но, во всяком случае, встретились мы там На «Сэйшн» люди приходили, чтобы а, послушать кого-то, себя показать а также потрындеть о политике почитать какой-нибудь самоиздатовский журнал неважно, рукописный или еще главное, еще обязательно попить на портвейна в зале это было обязательно водку не пили, как ни странно покурить в сортире Анаши потому что в зале тогда считалось неприличным ее курить Это было случайно как все хорошие вещи происходят случайно, не запланировано я к появлению «Машины времени» я уже был разочарован в русском роке ни одной интересной команды ни одной интересной музыки ни одного интересного голоса или строчки как сейчас вот и вдруг, примерно в 1976 году кто-то мне звонит говорит, вот приехала московская группа хочешь сходить? Ну, пошли делать-то нечего что еще делать? ходить до концерта и вот там на, в общем-то, из всего что происходило по сути дела я увидел наверное, впервые в хорошем исполнении группу «Мифы» с Ильченко а также Бориса Гременщикова который в то время выступал с покрашенной зеленой цвету бородой и пел у него замечательный хит был в пурпурных снегах поэтому зеленая борода пурпурный снег все как надо Боря вообще крутился все время около Макаревича он был как бы разогревающим моментом перед машиной времени сначала сначала Боря чего-то там выдавал непонятное совершенно для меня это была такая скучища слава богу, что Боря потом немножко приподнялся народ постойку-постойку поглядывал на сцену но не особенно врубался и тут, наконец, появился Андрюша Макаревич Кавагоя и Маргулис вот что было интересно что вот вся та толпа которая только что пила портвейн пила, пардон обсуждала какие-то там свои журналы стихла тот, кто сидел на второй песне все встали и стали внимательно внимать тому что раздавалось со сцены я в том числе отличная музыка голоса отличные гитарная работа хорошая все на высшем уровне все оказалось вдруг так, что ба неужели мы в России да, да это не Россия ребята, это совок в таком говне такой цветок возрос вот это да первый раз в жизни я слышу в России хоть что-то достойное первый раз в жизни мы отыграли первое отделение машина времени второе потом мы выпили водки потом мы с Макаревичем пошептались и этим же вечером уехались в Москву в тот момент когда он играл в машине я очень хорошо помню концерты наши совместные мы играли вдруг машина времени стала другим коллективом вдруг в одну секунду с Юрой Ильченко машина где все-таки вот был этот коллективный творческий процесс он на какой-то момент вписался да и машина пела его песни и он участвовал в песнях значит Макаревича и Маргулиса это был колоссальнейший момент это была как встреча Джимми Хендрикса с Джорджем Харрисоном понимаешь два два разных человека Макаревич и Ильченко они стакнулись и прилипли друг к другу понимаешь они стали единым целым вот это был момент колоссальный мне очень понравилось я был вдохновлен по уши вообще я летал когда они вместе выдавали по очереди свои номера это были лучшие концерты в нашей давлении поехал вечером после концерта развлекаться в какое-то место а там ничего не получилось я приехал обратно к Макаревичу а я у него жил там две квартирки были рядом ну в общем одна такая полукладовка однокомнатная дело в том что он был невероятно талантливый парень и он одно время жил у Макара и я помню что пожив некоторое время у Макара он от Макара слинял я вернулся к нему а он то думал что он что он один в этот вечер и привел двух девушек а тут я нарисовался он жил у него дома у Андрюшки были две квартиры рядом и я помню стишок который он оставил Макаревичу чтобы дома был покой чтобы стало тише я ушел ночной тропой к Муликову Миша все лучшее у нас началось именно тогда в 76 году когда машина времени впервые приехала в Петербург ну если говорить о влиянии машины времени вообще на питерскую рок-культуру то оно безусловно было и оно было колоссально в этот момент когда я увидел как Андрей пел там словно бешеный гонец там из конца в конец я вдруг осознал что надо совсем не тем заниматься что не нужно копировать винил который и так есть а нужно вот это самое записывать и издавать и как это или как-то это внедрять в массы и собственно с этого момента я начал заниматься прежде всего проведением концертов машины времени в Санкт-Петербурге Ленинграде тогда пардон а второе во вторых попытками тем или иным способом узнать побольше о том а как же эта самая рок-музыка записывается что это такое есть и вообще чем его едят это такой был момент сложный для Питера в том смысле что предыдущее поколение оно не ну вот музыкантов это там большой железный колокол Санкт-Петербург старые земляне все эти группы достигли своего потолка некого творческого и дальше у них был такой выбор небогатый либо филармонию вербоваться и играть что скажут товарищи либо заканчивать с музыкой со всем и просто заниматься другими делами этот вакуум очень удачно заполнен машиной времени которая безусловно конечно была талантлива обаятельна и очень важные два момента машина времени была безумно дисциплинирована все деньги которые получалось из концертов а иногда это были большие суммы например при проведении концертов в Новом Петергофе я за один концерт заработал огромную по тем временам сумму в 1600 рублей машина была очень дисциплинирована они начинали концерты вовремя они заканчивали концерты вовремя они приезжали тогда когда было надо Машина была очень в плане творческом, единица боевая, то есть они всегда очень строго строили программу, они всегда там какие-то новые песни, это все всегда обозначалось, и это сразу же становилось предметом обсуждения в узких музыкальных кругах, в районе кафе известного Сайгон. Каким образом проведение этих концертов подпольных «Машина времени» с хорошей рок-музыкой, с тем содержанием, которое заставило встать все в зале, оно ориентировало того же Борю на то, что надо писать, и не только Борю, а многих других, а также дало возможность Андрею Тропилову заработать деньги на первую свою студию. Кстати, говоря об атмосфере, вот я запомнил один концерт, это на день рождения Коли Васина, он пригласил, мы поймали икарусы, значит, погрузили аппаратуры и приехали, и был уже аквариум, несколько питерских групп еще, машины, високосное лето, и вот какое-то кафе, вот 600 человек, я на всю жизнь запомнил, по-моему, 76-й год, это вот территория любви, вот столько любви, там 5 часов шло с концерта, вот столько радости, не от того, что там кто-то что-то пил, там, курил, а вот от того, что все вместе. Может быть, если бы не было бы «Машины времени», не было бы и рок-клуба в Питере, и не было бы этого продолжения музыки всей, не было бы взлета 80-е годы. «Машина времени» колоссально подтолкнула все, сделала такой пикантный, не толчок коленом в задницу, а именно такой, как бы подошла к сзади, к понурому человеку, у которого на спине написано «Рашен Рок», и тихонечко его толкнула вперед. Он, а, он как будто сдрогнул и подумал, а действительно, и пошел вперед, а действительно, и достал где-то гитару, и начал совершать подвиги. «Я забыл о бурях и о громе, мне теперь дороже тишина, и живу я в старом-старом доме, из него выходят три окна». «Первое окно выходит в поле, в поле наших самых лучших лет, в этом поле не бывает боли, и любой вопрос находит свой ответ». «Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля, не взрослеет, там играют дети, и один из них, наверное, я...» «…Всё, пришел в полей, хотел 이게...» «Барikel вас наполняет летом, и у меня есть характер. исправ drift от плав 就лenta и взрослее. Игорь Дворов AMР